Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Нужно, чтобы средства, направленные на благоустройство, были потрачены эффективно. Об этом говорили сегодня участники круглого стола в общественной палате. В Крачево-Черкесии скоро заработает школа по уходу за пожилыми людьми. Где она будет располагаться и каким правилам, будут обучать в репортаже Вести. Завершился форум «Махар-2022», посвященный столетию республики. Победители успешно прошли этап защиты и теперь готовятся реализовывать свои идеи. Ровесник республики Архыс отмечает вековой юбилей. Столетие у Крачево-Черкесии и курортного поселка посвятили турнир по национальной борьбе. Сегодня в общественной палате Крачево-Черкесии составился круглый стол. Его темой стала реализация на территории нашей республики национального проекта «Жилье и городская среда». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. Участники заседания отметили важным, чтобы средства, направленные на благоустройство, были потрачены эффективно и на реализацию тех проектов, которые действительно поддерживают жители, а самое главное – это качественная работа строителей. Работа кипит уже сегодня, сделано много, а предстоит еще больше, отметил руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Барков. Люди должны проголосовать за конкретный проект, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию. Один из целевых показателей проекта является ежеводное увеличение доли вовлечения жителей в решение вопросов, связанных со сферой благоустройства. Собственники на квартирных домах, которые принимали решение, что их двор должен быть отремонтирован, уже могут с первых моментов контролировать качество выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на то, какие работы и материалы прописаны проектом документации. К сожалению, очень часто встречается, что жильцы запланировали одни виды работ, а подрядные организации выполняют совершенно другие. В ближайшее время на базе регионального центра социального обслуживания откроется школа по уходу за пожилыми. Жители республики получат возможность бесплатно пройти курс обучения способом оказания посильной помощи маломобильным гражданам. Впрочем, специалисты центра и сегодня присматривают за своими подопечными, являясь для тех не только медиками, психологами, но и отличными собеседниками, почти родными людьми. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Специалисты регионального центра социального обслуживания населения отправляются домой к подопечной. У каждой из них не менее двух десятков людей, которые периодически нуждаются в медицинской помощи, консультациях по социальным вопросам, а порой и просто в дружеском общении за чашечкой кофе. У этой пожилой жительницы Черкесской есть кому помогать. Однако бывают моменты, когда дополнительная порция добрых слов от, казалось бы, посторонних людей побуждает человека преодолевать свои недуги, подниматься на ноги вопреки первоначальным прогнозам врачей. Вот заболела онкологией, операция была, химия была. Кроме этого, еще много болячек у меня с 2014 года по больницам. Я даже не знала, что вот такая организация есть, как у них. И пришли вот эти милашки, девочки, ласковые, очень культурные, вежливые. Вы знаете, я ожила, я не вставала месяцами, по шесть месяцев, по три. Они это видели тоже со мной. Пока радушная хозяйка Зарима Азаматовна рассказывала об отношении к ней социальных работников и благодарила руководство реабилитационного центра за помощь пожилым людям, медсестра Фатима Бжунаева проверила показания ее артериального давления. Чуть позже выслушала пожилую женщину и подкорректировала распорядок ее дня. «Человек на тебя надеется, в первую очередь. Уже по голосу можно определить, насколько ему плохо или хорошо. У нас день начинается обычно с голоса. Позвонить, узнать. Если я чувствую, что ей плохо, мой день, не мой день, обязательно я к ней в этот день попаду и мы с ней поговорим». Искреннее желание быть полезным маломобильным людям, отношение к подопечным, будто они твои старшие родственники, умение выслушать их, иногда дать совет. Без этого невозможно быть настоящим специалистом своего дела. В ближайшее время в региональном центре социального обслуживания населения откроется школа, где можно бесплатно обучиться уходу за пожилыми. «Граждане, нуждающиеся в посторонней помощи, то есть в социальном служивании на дому, могут позвонить нам по телефону 2202-05 и в обговоренное время выезжаем и составляем акт. Люди, которые нуждаются в помощи, в надомной помощи, это люди пожилого возраста, инвалиды и люди с тяжелыми заболеваниями, которые хотят находиться дома и жить в привычной своей социальной обстановке». Разного рода услугами уже пользуются около восьми десятков пожилых жителей республики, которые не хотят находиться в пансионатах, домах для престарелых и инвалидов. Они получают всю необходимую помощь на дому. Не исключено, что и обычные граждане захотят перенять столь ценный опыт, быть нужными людям, востребованными в своем направлении. Артур Махцера, Солбердиев, Вести Карачао, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Артур Махцера, Солбердиев, Вести Карачао, Черкесия. Днем 31-33 градусов тепла. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Определены обладатели грантов. В Крачево-Черкесии завершился высокогорный форум «Махар-2022», который проходил с 9 по 15 августа. Форум собрал более 100 участников из регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов. Репортаж Алла Динаевой. Насыщенная образовательная программа и атмосфера творчества царила в этом живописном месте. Эту неделю на «Махаре» во время форума. Ребята прошли тренинги и выбрали клубы по интересам. Кто-то проводил занятия за приятными беседами у костра, а кто-то выбрал настольные игры. На площадке форума каждый находил занятия по душе. Организаторами высокогорного форума «Махар-2022» выступили Министерство по делам молодежи, Российский союз молодежи и высокогорный креативный кластер. Я приехала из Ставрополя, представляю Северокавказский федеральный университет. Впервые на «Махаре». В целом мне очень нравится форум, особенно здесь нравится организация, потому что все пожелания учитываются. Если какие-то недочеты или что-то не нравится, то сразу это все организаторы справляют, все друг с другом общаются, что-то узнают, знакомятся. Форум дал возможность молодежи развить необходимые компетенции, позволил выиграть грант до 500 тысяч рублей и собрал более 100 молодых активистов из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Деге, Астраханская область, Кабардино-Блакаре и Карачева-Черкесии. В этом году наш форум прошел в очень яркой, дружелюбной атмосфере. И отличительной особенностью в этом году, конечно же, стало то, что впервые прошел грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. По итогам грантового конкурса около 30 ребят защитили свои проекты. И вот сегодня на закрытии мы ждем объявления результатов, где мы узнаем, сколько ребят и на какие суммы получат грантовую поддержку. Защита проектов проходила по 15 номинациям и 4 направлениям, таким как социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативные индустрии. По итогу грантового форума ребята получили не только полезные знания и навыки, но и познакомились с интересными людьми. А победителями высокогорного форума «Махар-2022» стали Керам Тимирджанов, Мадина Чумаева, Мадина Лайпанова, Лаура Джуева, Алима Найманова, Милада Боин-Сузова, Алия Картоев, Шамиль Хапаев. Проект посвящен развитию туризма на территории республики Мушетти, а именно в горной части Джарахского района. Наша команда планирует оснастить данные площадки беседками и зонами отдыха для приезжих туристов и также местных жителей. Проект выполняет такую задачу, то есть игровое время в течение дня, очень маленькое для любительского футбола в городе Карачаевске, то есть ближе к вечеру, допустим, с октября по март, по апрель, короткое время, то есть темнеет быстро, и заниматься, тренироваться надо ездить или в Черкесск, или в ближайший республик, чтобы тренироваться по футболу. Мы на площадке освещение ставим, тем самым, чтобы было время потренироваться более взрослым поколениям. А вот Зинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Махар. Евгений Онегин зазвучал на Кабардино-черкесском языке. Представленный вниманию широкой публики перевод не является первым, но автор данной интерпретации мировой классики Руслан Хамизов, известный ученый-химик, доктор наук, в работе придерживался определенного внутреннего построения рифмовки. Старинные черкесские слова, архаизмы и историзмы, использованные автором, передают точную формулу, стихосложение известной всем пушкинской музыки слов. Стимулом для создания этой версии перевода для автора стало желание внести посильный вклад в сохранение и умножение родного языка. В Архизе прошел открытый республиканский турнир по национальной борьбе на поясах Тутуш. Спортивные состязания были приурочены двум большим датам – столетию Карачаево-Черкесии и вековому юбилею хозяйки турнира поселка Архиз. Об участниках и победителях расскажет Ахмат Халкечев. Праздник спорта развернулся на Софийской поляне. Звание лучшего участникам открытого турнира предстоит оспаривать в пяти возрастных группах, в каждой из которых почти ревесовых категории. Перед каждой схваткой юные борцы, как в старину, вместо разминки отбивают зажигательную лезгинку. Уровень очень прекрасный. Столько детей сегодня борются здесь. Уже они это потенциал. Сегодня они здесь показывают свою борьбу, свои банты. Некоторые из них, я думаю, будут чемпионом мира, может, олимпийскими, а некоторые, может, учёными. Поэтому, если они здесь, значит, они уже... Дорогие друзья, по традиции... Мероприятие организовано администрацией Архиза по личной инициативе главы поселения Магомеда Батчаева. Уже год в посёлке работает цепция борьбы. Но без участия в соревнованиях и обмена опытом никакого развития не будет, уверен Магомед Анзурович. Ну а столетие государственности народов Крачаевой Черкесии и юбилей посёлка как красивый повод в деле популяризации спорта и здорового образа жизни, подложивает он. Турнир – это не только там, посмотреть, кто выиграл. Турнир – это воспитательная работа, чтобы люди видели именно то, что находимся здесь, среди гор, именно чтобы люди видели, что здесь развивается спорт. Соревнования собрали сильнейших борцов в своих возрастных и весовых категориях практически со всех районов республики. Каждый, кто выходил на ковёр, настроен исключительно на победу. Жёсткая борьба развернулась между представителями Карачаевского и Зеленчугского районов, выступавшими в весовой категории 48 килограммов. Ислам Лайпанов от Карачаевского района при своём реальном весе в 43 килограмма оказал весьма серьёзное сопротивление участнику от Зеленчугского Шамилю Чумаеву. В итоге за тяжной схватки, определяющий победный балл решением судей соревнований, был присуждён Шамилю Чумаеву. Расскажи, как проходила вообще сама схватка и твои ощущения были? Схватка была очень трудная. Было трудно взять захват. Оба не давали. В чём его преимущества, на твой взгляд, были? Сила, техника. Что тебе помогло, в чём секрет? Надо бороться спокойно, чтобы победить, не нервничать. После подведения итогов работы судейской коллеги соревнований, призовые места на турнирной таблице распределились следующим образом. На первом месте по числу заработанных медалей спортсмен Зеленчугского района, на втором – борцы из Карачаевского района, ну а третье место поделили участники из Усть-Джугутинского и Ногайского районов. Ахмад Халкечев, Роберт Жакутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. С сегодняшнего дня в тестовом режиме начал функционировать светомузыкальный фонтан на центральной площади имени Героя России Конова Таботашева-Карачаевска. Фонтан был долгожданной достопримечательностью города и в такие жаркие дни он особенно актуален не только для детей, которые весело резвятся в нём, но и для взрослых. Это все и вести прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.